блэкбук ну что ли, всем здравствуйте, всем приветствуем, мы с вами продолжаем проходить блэкбук записывал подряд, кстати, да поэтому сегодня мы с вами будем искать купца сто процентов надо найти купца надеюсь, он тут будет, потому что, ну, это уже невозможно как бы, да, в прошлую серию, кто не смотрел посмотрите, ссылку постоянно находится на плэлист, собственно, да, подсказаешь сверху справа, там, из компаса, да, высказывает знак нажимаешь, тебя спускает подсказки там, в прошлой серии, и плэлист тоже напряжение полной игры вот этой данной, да блэкбука, собственно телефон сможет чуть ниже описание спускает те же самые подсказки абсолютно вот, для чего нам нужно купец-то? я уже говорю, потому что мы пропустили с тобой ну, типа мини-босса, наверное херу знает, кто это был врага сильно пропустили, потому что ну, мне не хватило карт нормальные да, у меня их прям, но особо таких нет я либо могу идти жестко в сейф, и то мне не хватает да, либо дамажить могу жестко, то есть, вот, у меня есть там карты балансированные, то есть там есть и ну, 50-50, круче, там, понял, и я могу и в сейф уйти и могу, типа, накинуть урона много, но мне все равно, говорю, мне не хватило трав никаких, да, и в целом нужно, как минимум, побольше гпшку качать и тому подобное, поэтому в этой серии мы этим займемся вот, что могу сказать Саша, поудобнее надевать пледик и кофе-вити или птица в воды вам приятного просмотра там, собственно, продолжаем проходить blackbook так, ну давай, что тут в черной что тут в черной книге-то? что? ну что? ну что ты? так, ну вот здесь у меня чисто на урон это чисто на урон у меня все все здесь где? здесь у меня дай третья у меня чисто на наверное больше на сейф а первая вроде как а первая у меня на урон первая на урон? да, первая на урон у меня это у меня забалансированная более-менее вторая, вот я с ней гоняю она послушаем, что тут они говорят нам опять она пришла, смотрю помогай господь, Василиса счастье-то какое, что Галина жива осталась вот, возьми от всей немзи гостиниц изладили ну, мешать не буду тебе книгу изучать надо ли чё ли? погоди, хочу тебя расспросить о жителях местных ты ко мне в избу приходи, там и поговорим устала с дороги-то поешь вон лучше, подкрепись что понадобится, заходи, не откажем свет юмор да, да, расскажешь расскажешь ух ты ё-моё, старик, ё-моё и что вам делать здесь и что делать хватит сколько всего здесь обойти нужно ну всю сервину в полицию ну погнали сюда да, нужно купец, нам дайте купцам, ё-моё нибольшая изба охотника хорошо обжита он заботится о своём доме окно приветливо поблёскивает тлеющей лучиной вы обходите вокруг избы но не обнаруживаете ничего что привлекло бы ваше внимание во дворе видны широкие лыжи приспособления для разделки добычи и другие охотничьи инструменты видно, что их держат в порядке вот та, Василиса, здорова хорошо, что знаткой у нас объявилась Галину ты спасла может и нас всех вызвали ж так давно с Анисией знаком? давно с одной деревней, да как она свекровка Галине-то мы с мужем Галины охотиться ходили ещё да только отохотился он уже своё не стало его да и заправской был мужик порядочный что Марфа-то за женщина? о, ладная баба не обидчивая, ничего на посиденках какие песни-то заводила о, вот молодость была но я с ней не то чтобы шибко общался с ней рядом бабка травница живёт она-то лучше знает смотрит из окна за всеми вот точно говорю надо к ней зайти купить траву очень сильно Филимон? ой, хороший мужик знаткой тоже ну не такой сильный как ты да знает кое-что да ты лучше сама с ним поговори он у стогов сена часто бывает там ещё лес рядом Галина невесткой Анисьи приходится? Галина-то? да она на сыне Анисьи жената-то была только помер он лес его увёл как и многих других ты как с Лешем то сам знаешься? эх после того как он деревню увёл не особо так обряды делаю обычные и до чё да понятно Небольшая изба охотника хорошо обжита он заботится о своём доме окно вы обходите вокруг избы но не обнаруживаете вот та Василиса хорошо что знаткой у нас объявилась Галину ты спасла может и нас всех вызвали ж так понял тут мы уже всё были поделали вам брональдащ мрачной стеной перед вами возвышается царство Лешего крестьяне сожгли часть леса но он вновь занимает свои прежние владения возводя деревья с невиданной скоростью дымка быстро сгущается и вы начинаете терять чувство направления из тумана к вам тянутся лапы бесов ну подальше ты кто так чё он делает чё вниз смотрит но он 25 говоришь да будешь носить 25 до 25 да или нет или да или нет или ну или да бамс 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 на того фигачить бамubs бамс 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 35 а да а да нет и серьезно и серьезно бэмс 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 борьба рецепт совет вам ушел просто папа вам вам ушел просто минус 60 добрый вечер куда так что сейчас было 60 вот это очень хорошо же было 33 чего а хп шкин ведь куда куда ты летишь куда-то мальчик летишь куда-то митей что все бабы пока ай да я арирую конечно не понадобится в избе марфы богатое убранство полотенца большая солонка всюду роспись по дереву здравствуй василисушка ну заходи садись вон в передний угол что про филимона знаешь так чё хороший пастух ты тоже знаткой не такой как ты но сильный это да давно он в деревне ну он уже после того как лесной батюшка нас закрыл тогда только а после появился они си ему уж очень благодарна за выпусто было дарила ему пояс еще вот после егорьева то дня когда он на скотину колдовал пояс этот дарила а так чё мужик обычный будто не знаю чё и сказать даже терпеть отказался принять подозрительно нужно мне у анисии разузнать про этот пояс давно с ефимом знакома да мужик хороший охотиться всегда удачно даже после всего этого последние дни сам не свой говорят молодежь знает то лучше за всем следит расскажи про анисию ивановну у айдак слышали все деревни как она с тобой это вздорила а ты как это выслушала все едок не знаю я бы на нее килу ли чоли повесила зубами баба родилась ей к слову галина невесткой приходится до км что умер галины были на смысл и мужик был ты ее спасла лучше мы его расскажет фонарик анисии изба анисии покосилась от буйно растущего леса как и многие другие дома в деревне вы стучитесь в дверь и вам открывает ваша знакомая опять ты колдовка век бы тебя глаза мои не видали окаянная ты стерлятница но чё надо то дураку из-за него деревню утащил него есть грамотку свою неверно написал лишь шахты и обрадовался колдуны его богомерские а еще один киловязь рожка кать гнилая ну как тебе да он ничего не делать задарматок жрет я слышал как знатные пастухи то роберт так волки за него пасут а сам он шаришки лепит мир жрет и это девка лицемерка а есть что на ну ну нормален не знаю там говорят галины что пропадала то невесткой тебе приходилось они твое дело это векшат варшивая пошла прочь они си отталкивает вас от двери и с грохотом затворяет ее перед вашим носом так мы погнали теперь опять к охотнику небольшая изба охотника хорошо обжито он завод хорошо что знаткой у нас объявилась галину ты спасла может и нас всех понял так у него были марфа не задел может что-то полу может в другом что как-то можно посмотреть еще из баянисью опять ты колдов где бы тебя глаз ночи на то давай еще не факс прошу тебя марфа говорит ты филимону поезд дарила дарила а тот не взял так а ходят в своем красном кушать и будь он не ладен меня суседка давил всю ночь дурной видать опоястку изладила сейчас спермятским узорьем сделала а чуть толковать векши не понять все быть те расхристан и ходить о суседка неспроста рассердился поговорить бы с ним пока бля так ну здесь мы были с тобой понравились да заброшенные избы чем могу сказать немногочисленная деревенская молодежь расположилась на заваленке старой избы когда вы приближаетесь вас разглядывают не таясь вы садитесь на заваленку и растворяйтесь в тягучей песне я не понял давай еще раз соприкали мы сможем в этом месте быть еще что зайти немногочисленной деревенской молодежи разрушили про тебя василиса надеюсь поможешь нельзя а то пока никто не смог что с парнем поранился язык как помело у него у нас кто лекшается мы там урод перевязываем а то страшно не хотим чтобы нас ворсу тянул филимон подпасков не берет сам справляется говорит это верно никогда не одна скотина не пропадала видимо лешим у деревенских хватает раньше то нет нет да утащит медведь скота а про охотника ничего не скажем не знаем его толком с лешим водится тоже знаткой вроде тебя так чё ладно я девка чё про нее скажешь галина в невестках у нее была ух и ссорились они по-тихому чтоб на миру слава не пошла дурная а галина в слезах потом она-то рассказывала вот травница вот сгол сюда изба травницы пропахла целебными растениями вы внимательно осматриваетесь но не замечаете признаков нечистой силы видимо травница не из колдунов здравствуй василиса про тебя все в нем зето толкуют мне-то что в тумане деревня али в губернии пермской по мне все одно так дык чё живет тут соседка моя девка ладная только не больно работящая молодая еще на терпится что пронисью знаешь дык чё знаю чё знаю а вот галинта пропаши дак она и невесткой было а чё еще вздорная баба тьфу говорят охотники с лешим знаются за своим замечали ой ты чё не поминай лесового-то накличешь а охотник может и водит с ним хороводы да нам не сказывает дружны с марфой то соседкой да ну не так уж и дружны я в последнее время то вечером к марфе ходила а ее и дома нет было такое и не раз где она была бог знат или те кто по ночам шастает пастух только скот выводит затем на до молодежь сидит до темно может они чё видели так мой давайте мне это трава то было бы неплохо тысячи пятью моё добрый вечер так черт это мне не нужно это вот это нужного это такое нет на это назначу купим это уничтожить уничтожить и не нужно это тоже о один вредный статус и весь полю был где вадью мою классно чёрт заебись ну да вот это купил у нее две штуки вот так вот регенерацию еще купим себе 100 брать да тут попробую что такое принадлете конечно было бы неплохо знаешь что во всех потом это у меня есть принципе в этом не нужно это сюда посмотри что такое ну в целом все ну в целом все думаю да и так пойдет как говорится вот это держи так ну вот оставим доставим это бред у меня получше есть нахер мы тоже бессмысленная тема тоже бессмысленная такой 2 мы с тобой оставим собственно ну все спасибо шо то могу сказать это было хорошо спасибо игра так у том что у него были даже на полной калинию сгоняем галина идет на поправку она сидит за столом и уже что-то ладит для хозяйства василиса уж не знаю как тебе и благодарить тебе всегда в моем доме рады будут ну проходи садись под иконок ну ладно ко мне тут баба приходила одна анисия ивановна ой господи помилуй такой подошли это знаю я невестка ей было и шторм под иконок чтобы ничего не сделала типа или что ли просто ну ладно а они друзья с пустухом то оба с лешим небось знаются да только не верю я что из-за них народ пропадает хорошие мужики подруги мы с ней люблю я ее она нам с мужиком гостинцев приносила много всегда особенно после того как деревня наша закрыла добрая такая помнишь как тебя похитил царь лесной как он выглядел все как в тумане василиса смутно помню как выглядел на кого-то из деревни походил нет темный он был весь как из дерева грибами и мхом закрыт он меня чуть не раздавил теми корнями господи помилуй галина начинает всхлипывать одно помню говорил он мне молиться нельзя ты они си невесткой приходишься приходилось нелегкая жизнь то было грех жаловаться все живем как можем да вот мужа моего лесу повел не стала помер соболезнован 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 что за мужик у тебя был хороший любящий не в пример матери своей анисьи когда его не стало она меня винила мол прокляла я его ссорились шипирились было такое да только не думаю что она меня прокляла не помню я такого что вы все страны ема о боже пастух сидит возле стога сена и постукивает палочками по своему пубарабану вокруг кружится туман покрывая все склизкой влагой пахнет плесенью и грибами от знатки к знатким здравия желаю говорят охотник ефим с лешем знается не мог он пропажи подстроить да ты чё я тоже грамоты писал так проклинать то кто будет не виноват он ну и я только что требуется делаю ну чё-то какой-то вы все страны марфу то любит она гостинцы дает многим а мне то она не особо нравится себе бабы на уме но ничего будет время я и с ней потолкую а скандальная баба она то всех и прокляла как я думаю у нее сын мужем был галине так она его сама и прокляла тогда а кто еще то о боже встречалась тебе марфа когда затем на скот выводил бывал такое бывало да куда ходила только не приметил молодежь что видела может пастух тоже с лешем то дела ведет он за тебя скот то пасет помощников дал да ты чё так баловство одно куда мне до вас колдунов сам все стараюсь страшно с лесом дело то иметь так все говорят мне за скотом то надо приглядывать так не икону они накажут а меня а ты ведь после того как царь лесной деревни увел в ней оказался да не повезло утянул леший видать не напросился когда в его владение заходил а до того чё делал да батрачил в работниках был отец у меня старый был не поддерживал я своей дорогой то пошел ну блять хуй узнает на самом деле петерпановы что лети ну а по новой пойдем небольшая изба охотника хорошо обжито вот та василиса хорошо что знаткой у нас объявилась галину ты спасла может и нас всех аж кому мне эти типа да и дать мне сходим здесь научит появился будет классность нету потом то сразу из байониссии покажу опять ой столь интерес тебя глазно чана то извини а можно обвинить можно обвинить из байониссии покосилась от буйно растущего леса так давайте клоняем вы прокрадываетесь под поведь через покосившиеся ворота шепчете тайные слова и замечаете черную мохнатую тень в дальнем углу двора фууууууууууууууууууууууууууу златкая колдуны ненавижу ваш народ вонь какая Постой, хозяин, батюшка. Спросить тебя хотела. Ты передо мной, пельмешита, не мечи. Чувствую, от тебя злом так и веет. Как от пояса того, что хозяйка моя выменить хотела. Ладно, не поменял. Весь в злых символах. У самого нет бровей. Я ее наказал, и тебя накажу. Вы замечаете, как в углах сгущаются тени. Суседка здесь не один. Ну, бля, не, не буду нахер. Так, ладно, погнали тогда в лесную пушку снова. Короче, здесь в этой серии мы будем просто общаться, болтать, так понимаю. Чисто чил. Мрачной стеной перед вами возвышается царь. Вы идете по наитию, чувствуя следы примитивных колдовских обрядов, и вскоре действительно набредаете на пень со следами выстрелов и остатками подношений лешему. Вы замечаете отпечатки сапог в золе и следуете по ним. Здесь шаг охотника размеренный, а тут он ускорился. Внезапно девичьи следы пересекают отпечатки охотника. Дальше уже ничего не разобрать. Мрачной стеной перед вами возвышается царство лешего. Крестьяне сожгли часть леса, но он вновь занимает свои прежние владения, возводя деревья с невиданной скоростью. А ну-ка, давай-ка-давай-ка поболтаем. Небольшая изба охотника хорошо... Вот-то вы! Хорошо, что знаткой у нас объявилась. Галину ты спасла. Я тебя по следу у дорочков вызнала. Ты какую-то девку утащил у опушки. То Галина была. Лешему ее отдал. Да ты че? Типун тебе на язык, Вася. Кто это тогда был? Я? Так девка из деревенских, можешь и сейчас ее встретить. Я ей велел не сказывать ничего. Примета плохая. Я там дарочку оставлял ему, да стрелял по пню. Уж какой месяц пытаюсь призвать лесового. Скажу, думаю, ему с глазу на глаз, за что немде такая участь. А ему дела до нас нет. Ну, может, ты до него доберешься. До леса нашего праведного. В избе Марфы богатое убранство. Полотенца. Здравствуй, Василиса. Ну, заходи. Садись вон в передний угол. Говорят, ночью ты по улицам шатаешься. Странные дела делаешь. Да ты что, Василисушка, бог упаси. Дома я сижу, то не я была. Ночью кто ходит? Боязно мне. Немногочисленная деревенская молодежь расположилась на заваленке старой избы. Когда вы приближаетесь, вас... Мы слышали про тебя, Василис. Надеюсь, поможешь немде. А то пока никто не смог. Есть среди вас та, что охотника на опушке видела. Ну, не бойся. Я защищу от него. Теперь можно сказать. Одна из девушек признается, что видела Ефима на опушке. По ее словам, охотник призывал Лешего освободить Немзю и вернуть всех похищенных. Видели, куда Марфа по ночам ходит? Марфа ходит? Да нет, не она, наверное. Но ночью точно кто-то есть. Окаянный это. На днях, как Галина пропала, заметили, как к ней в избу пробралась тень какая-то. Парень у нас вон свечку ей в передний угол ставил в вечеру. Ну, чтобы Лесто ее отпустил. Вдруг слышит шорох. Дверь отворяется. Это Леший был, да кто еще? Он сразу из избы выпорол, только пятки сверкали. Поутру у дома след нашли. Видимо, кто-то душу тяжелую влез тянул. То, наверное, второй дух Галины был, когда ее Леший держал. Тот дух-то сопротивлялся, да котовой след. Ох, жуть-то какая. Погнали, пообщаемся. Так, это точно не охотник? Изба травницы пропахла целебными растениями. А-а-а, здраво... Мне-то что? В тумане деревни Али в губернии Перм... Так, когда-то погнали, сначала к нему. Канесим, сейчас ждем в последнюю очередь. В последнюю очередь. Пастух сидит возле стука. От знатки к знатким здравия желаю. А, подожди, не то. Я нечаянно просто. Пастух сидит возле стуга сена и постукивает палочками по своим... Мороз пробегает по коже. Сапоги у него надеты не на те ноги, да и танки они слишком у лодыжек. Так, ну, наверное, Галинин. У нас есть два. Пастух и Анисия. Но я не уверен, что это Анисия. Галина идет на поправку. Она сидит за столом и уже что-то ладит для хозяйства. Вы осматриваете двор и замечаете след, про который говорили деревенские. Кто-то тащил тяжелый груз в сторону леса. Так, а можно с ней поговорить что-то еще, чтобы узнать у нее? Галина идет на поправку. Василис, тебе всегда в моем доме рады будут. Ну, проходи, садь. Говорят, к тебе леший наведывался, пока тебя в корнях-то держал. Господи, помилуй, ему жизни моей мало, да решил еще и хозяйство попортить. Это как? Как-как? Зачем ему еще всю мою медную посуду-то брать? Все, что от мужа осталось. Да, она тяжелая еще. Я же след видела, в лес тянется. Проклятый бес, уж лучше бы совсем меня уморил. Галина всклипывает. Как смотрю, у нас с тобой есть факты. Тут говорит, что-то Анисья. Причем пастух говорит, что это все она сделала, да? Но пастух, мы еще посмотрели его, но очень, ну, он странный одежда, он, в принципе, сам странный какой-то. Анисья, да, она довольно-таки такая, знаешь, ну, женщина с характером, скажем так, да, женщина с характером. Но, по-моему, по-моему, суседка, и суседка, ну, там, грубо говоря, домовой, да, домовой сказал, что, ее же, да, сказал, что он ее наказал за то, что она там, ну, сделал вот этот поиск, как раз таки, да? То есть, ну, хера, его знает, на самом деле. Да, давай, я все-таки, давай, все-таки вот его обвиним. Больно, он очень странный, очень странный, чел. Пастух сидит возле стога сена и постукивает пал. От знатки к знатким здравия желаю. То, что сижу, он сказал, что появился здесь после того, как сюда, типа, Леший пришел, что не Леший, помнишь, что он только говорил? Хватит балаган этот устраивать! Я знаю, что ты Леший! Это ты Немзинцев похищаешь! Что ты такое говоришь-то, Василиса? Пастух резко вскакивает и пятится в туман. Вы не успеваете и слово сказать, как его вытянутый силуэт скрывается в высоких деревьях. Погнали все скажем. Деревня, похоже, была выстроена вокруг амбаров. Так селянам удобнее брать зерно и муку на повседневные нужды. Здесь и собирается мирская сходка. Сейчас здесь тихо, только еле скребут лапами по стенам из своих мертвых родичей. Вы поручаете паре бойких ребят позвать всю деревню. Вскоре собирается толпа. Ну что, собрались? Чертоправку эту поганую слушать? Тьфу! Да погоди! Она нам помочь собирается. Не все же нам у лешего за пазухой жить. Крестьяне одобрительно гомонят. Вам становится не по себе от десятков пар глаз, устремленных на вас с ожиданием, презрением и надеждой. Я недавно в вашей деревне. Ясно, что тут дело не чисто. Молитвами не поможешь. Я ходила отведывать Галину. Ты спасла ее! Спасибо, Василиса! Из толпы доносятся одобрительный гомон и возгласы благодарности. В этом всем виноват царь лесной. И он тут, среди вас, скрывается. Потому он так легко уводит людей. И я знаю, знаю, кто виноват. Они ждут моего слова. Кто же из них леший? Новый факт охотник. Анисия, пастух. Среди вас живет сам лесной хозяин. Сюда, сюда. Потому вы зеленья одолеть не можете. Потому так часто люди пропадают. Без бровей и с лишачьим поясом. Ваш пастух Филимон только и ждет, что вы в сердцах проклянете друг друга. Вы окидываете взором толпу. Пастух здесь. Пара мужиков хватают его за армяк и тащат в центр собрания. Филимон сопротивляется, но вскоре обникает. Вы берете книгу и готовитесь связать его заговорами. Но он поднимает взгляд, и вы видите, что его глаза почернели. Так и знал. Вот сюда. Кто подумал, что это была вот эта вот женщина с характером? Ай-яй-яй-яй-яй. Это не все просто так. Слешний перевертыш легко стряхивает хватку своих пленителей. Поднимается страшный ветер, и фигура пастуха вытягивается. Становится призрачной и растворяется в беснующемся тумане. Из лесной чащи доносится потусторонний сли. Сорян, я нечаянно, ребят. К причем сбежал. А стой, Василиса. Я все видел. Глазам-то не верю даже. Помочь хочу. Туда вон побежал Филимон-то. Может, еще чем пригожусь. Есть одно средство. Говори быстрее. Ты мне в чаще не нужен. Задавят только. Тебе икона пригодится, чудотворная. Я на Бога пенял. Наказать его хотел. И ее спрятал тут неполеку. Возьму, если время будет. Кто подумал на миссию, лайк со смаз лайк. Я знал, что это не она. Знал, что нет. Потому что все говорят про нее. Видишь, что говорят про нее. Да по факту, по факту. У нас появился чел. Из ниоткуда пришел. После того, как Леша пришел в эту деревню. Он пришел вообще сюда, ниоткуда появился. Очень странно выглядит. Но все ясно сразу же стало. Вот так вот, ребята. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok